Реализация одного из самых значимых проектов по реконструкции дорог областного центра ведется на улице Куконковых и Кохомском шоссе. Автовладельцы называют этот участок трассы бутылочным горлышком. Развязка просто не справляется с потоком машин, что приводит к постоянным заторам. Осложняется с каждым днем. Даже после постройки, открытия магазина Рио, здесь же ездят столько из разных областей, из Костромы, из Ярославля. Даже в выходные дни пробка громаднейшая не проехать, не пожарная, не скорая помощь. Этот участок трассы входит в состав транспортной развязки Тейкова-Шуя-Кинишма. Рядом находятся два крупных торговых центра. Большой поток иногородних машин перевел к необходимости расширения этого участка дороги. На данный момент на этом участке дороги всего две полосы. Люди проводят в пробках по полтора-два часа. Чиновники рассчитывают, что после ремонта дорога расширится, и это снизит транспортный поток на 15-20%. На реконструкцию этого участка дороги чиновники выделили из городского бюджета 100 миллионов рублей. На эту сумму будет не только уложено дорожное полотно. Перенесут большое количество коммуникаций и благоустроят прилегающую территорию. На пересечении с улицей Любимого будет установлен новый светофорный комплекс. Наконец-то появится тротуар нормальный, потому что здесь был просто овраг. И людям, по сути, от того места, где бассейн ДСК находится, и вот здесь объекты торговли, они просто практически не могли перейти. Здесь не было практически тротуара. Сейчас вот уже даже какой-то примитивный тротуар появился, и мы видим, что он загружен, люди ходят. Завершить ремонт на этом участке дороги планируют в ноябре этого года. Будет открыт участок от улицы Павла Большевикова до поворота к областному анкодиспансеру. Здесь появятся три полосы движения в обе стороны. Мне хочется сказать Ивановцам слова, извиниться за то, что действительно есть неудобства определенные при движении, есть определенные пробки, мы сегодня ее наблюдаем. Но сегодня, не решив эту задачу, я могу вам четко сказать, что через год, через два здесь просто был полный транспорт и коллапс. Ремонтные работы по направлению Кохма и Нижнего Новгорода будут продолжены в следующем году. Финальной точкой в проекте реконструкции трассы станет поворот на конечную остановку общественного транспорта в Сухово-Деряпихском микрорайоне.